Друзья, здравствуйте. Ну что, надеюсь, все целы. 100 ракет, 100 шахедов за раз запустили оккупанта. Одна из самых крупных атак в целом за всю историю этой войны. Под ударом был и Киев, и 15 областей. Есть и раненые, есть погибшие. Враг атаковал и жилые дома, и критическую инфраструктуру, электростанции. У меня везде, мне везде не было дома ни воды, ни света. Вот, собственно говоря, мы даже переносили с Давидом этот разговор. Но когда нас это останавливало, в общем-то, несмотря на это варварство, каждый день, 365 дней в году, встречаемся здесь с вами в условленное время. Так что, друзья, поддержите друг друга, поддержите меня. Это можно сделать и лайком, и комментариями. Слова это меньше, чем мы можем сегодня реально друг друга поддержать. Ну а с нами сегодня, по традиции, уже раз в две недели израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Мои соболезнования семьям погибшим, всем гражданам Украины и скорейшего выздоровления раненым. Спасибо, спасибо, Давид. В целом, в Комитете Госдумы оккупантов уже назвали вот этот обстрел актом возмездия. И с одной стороны, да, серьезный удар. С другой стороны, ну, слушайте, нам прятаться, нашим женщинам, детям, старикам прятаться в подвалы, а солдатам и военнослужащим сил обороны и противовоздушной обороны далеко не впервой уже избивать сразу из 100 военных целей. В общем-то, действительно, с одной стороны, жестокий ответ, с другой стороны, ну, прям так уж акт возмездия. Украинские вооруженные силы оккупировали, ну, не оккупировали, да, взяли под контроль более сотни населенных пунктов. И все, что мы видим в ответ, это очередной удар, и то недостаточно удачный, потому что, ну, такое количество энергообъектов, как они хотели, повредить им не удалось. В целом, как считаете, Давид, это и есть тот ответ, которого и наши зрители в том числе, ну, с таким, со страхом, ждали со стороны России? Я думаю, что здесь присутствует элемент ответа. Однако назвать было это ответом можно было бы, если бы что-то подобное произошло первый раз. Но это произошло отнюдь не первый раз. Более того, в свое время это удары такого рода, может быть, несколько меньших масштабов. Это, в самом деле, один из крупнейших ударов по памяти. Возможно, будут дополнительные подробности, которые смогут поставить его четко вместо на пьедестале, что так и что называется, но удары по украинской энергетической инфраструктуре, причем такие, когда еще и под удар попадают и мирные жители, и в итоге и жилые кварталы. Это не новость, не мне рассказывать об этом гражданам Украины. Это все началось еще осенью 22-го года. Тогда они тоже пытались это подвести под некий ответ, и за Крымский мост, или еще за что-то. Но очевидно, что это все является частью российской стратегии общей. А так, на украинские тыловые объекты, имеющие отношение к ВПК, имеющие отношение к экономике украинской. Иногда это просто акции устрашения. Да, они делают перерывы иногда. По самым разным соображениям. В том числе, например, чтобы не подталкивать западные страны к увеличению масштаба помощи. Потому что, например, целая серия ударов, когда украинцы могли бы зимой остаться без света, или что-то вроде этого, перед зимой 23-24 года, на мой взгляд, было признано нецелесообразной на фоне зависания пакета помощи. Потому что тогда, возможно, он быстро отвис. В общем, есть разные соображения с их точки зрения. Иногда они пытаются нанести удар более сильный, чтобы это выглядело как ответ. Предположу, что и плюс, скажем так, расширить спектр целей. Вот сегодня предположу, что и Киевская ГЭС и так далее, это был элемент этого ответа на Кульск. Но считать это ответом неправильно, потому что это часть их стратегии. Перерывы не должны смущать и не должны вводить в заблуждение. Ну, конечно же, иногда бывает привязка к датам. Но, кстати, сегодня яркий пример того, что опасения, что именно на День независимости постараются испортить украинцам настроение, это некоторое вроде примитивизация противника. Идет большая война. Они придерживаются стратегии и всякого рода даты и желаний испортить. Иногда это присутствует, но это второстепенно. Если хочется и нужно нанести удар, как они рассуждают, то сделаем это тогда, когда нам это удобно, а не обязательно 24-го числа. Хотя есть и обратные примеры. Если я правильно помню, в один из случаев Новый год у меня сложилось впечатление, что в свое время были удары четко под Новый год. Явно был элемент желания испортить именно Новый год. В общем и целом, это не ответ, но элементы ответа присутствуют. Я бы это так назвал. Владимир Зеленский прокомментировал новую массированную атаку такими словами, цитата, «Это больное существо», ну, о Путине, «но он может делать только то, что мир ему позволяет. Не может быть у Украины ограничений в дальнобойности, когда у террористов таких ограничений нет. Не может быть у защитников жизни ограничений в оружии, когда Россия использует и собственное оружие, и иранские шахеды, и баллистику из Северной Кореи». Конец цитаты. И вот да, Владимир Зеленский продолжает подталкивать союзников Украины к переходу новой красной линии, которую чертил Путин, предоставление Украине дальнобойного оружия. И вот здесь возникает вопрос. Украина не раз уже переходила, ну, всяческие красные линии, вторжение на территорию России. Мы увидели, какая реакция была среди союзников. То есть нельзя сказать, что кто-то там пожурил или каким-то образом, ну, публично, по крайней мере, раскритиковал это. Американцы вообще заявили, мы эскалации не боимся. Так что, следующий этап – это дальнобойное оружие. Увидим ли мы в обозримом будущем, после F-16, после вторжения в Россию, ну, после всего, что еще нам когда-то казалось абсолютно нереальным, такие же удары, вот как сегодня были по Киеву, но уже условно по Москве. Условно по Москве, еще и с западным оружием, это то, что западные страны, вернее, их лидеры считают своего рода кошмаром. И мне, честно говоря, интуитивно, интуитивно мне кажется, что, скажем так, расширение выдачи разрешений продолжится. То есть, например, на каком-то этапе разрешат бить атакам сами или Storm Shadow, ну, скажем, по военным аэродромам или по откровенно военным объектам в радиусе, там, пары сотен километров от границы. Вот у меня на интуитивном уровне есть, что из-за давления, лоббирования, вот, собственно, вот такого рода ударов, когда прямо, прямо, а тут очень иллюстративно, это, скажем так, Киевская ГЭС в первую очередь, хотя удары и более болезненные нанесены в других точках страны, но для общественного мнения очень часто важна столица и важны вот такие вот объекты, визуализированные. Возможно, даже после сегодняшнего произойдет какой-то сбег, эмоциональное высказывание Зеленского на фоне ударов, на фоне проблем со светом, но предположить, что теми же ракетами Storm Shadow, даже предположим, что они бы доставали до Москвы, есть расклады, что они могут достать до Москвы, что ими разрешат вот прямо объекты в Москве какую-нибудь энергетику или топливную энергетику уничтожить, мне сложно представить, для этого должно в головах тех, кто принимает решения на Западе, ведущих странах Запада, в первую очередь Соединенных Штатов, произойти некий переворот, то есть либо это у людей должно просто что-то переклинить, либо это должны быть другие люди, причем совсем не обязательно другие люди подойдут таким образом. Однако, что возможно, что более реалистично, как я уже сказал, увеличение радиуса и те или иные точечные или полуточечные разрешения на удары по российским целям, и что еще очень важно, это то, чтобы украинцы создавали, продолжали создавать собственную длинную руку, расширять, удлинять и делать ее более эффективной. Если, к сожалению, это еще одна констатация факта, если не готовишься к войне должным образом, не имеешь собственных ресурсов и зависишь полностью или в заметной степени от партнеров, твои возможности ограничены. Если бы Украина, все это очень гипотетически альтернативная история, но если бы Украины были крылатые баллистические ракеты, я не говорю в количествах, которые есть у России, но в значительных количествах, которые могли бы производиться, ситуация была бы иной. Я почти не сомневаюсь, что тут варианта два. Либо Россия поддерживалась бы от ударов по многим типам объектов, понимая, что ей прилетит и прилетит больно. Либо прилетело бы ей больно, и это была бы ситуация совсем иной. К сожалению, Украина только на пути к созданию такого рода возможностей. Но недавно продемонстрированный специфический дрон Поляныца, это один из таких шажков. Однако для того, чтобы это не был шажок, нужны возможности, которые применяются системно и эффективно. С этим были проблемы перед войной, и во время войны это очень трудно наверстать. Длинная рука и фактор устрашения крайне важен. Кстати, я бы отметил вот эти сообщения по поводу почти начавшихся переговоров в Катаре, которые вроде бы как из-за Курской операции были отложены. Так вот, видимо, эти сообщения были верны. Слив информации вызывает доверие, скажем так, относительно. Так вот, это очень показательно. Если Россия решилась на переговоры, темой которых является бить или не бить, стороны обсуждают, по чем мы будем бить друг другу, это говорит, что фактор устрашения постепенно возникает. Вот почти нулевого в начале войны сегодня уже это фактор, потому что они видят, куда прилетают, видят то, что прилетает системно, и понимают, что потихоньку, но больше будет прилетать. И мы увидим, насколько это успешно в целом, если говорить системно. Но, к сожалению, успешность – это не очень быстрая, она не может быть быстрой. Так что, такого рода удары, по всей видимости, со стороны России еще предстоят, надо понимать. Еще фактор устрашения не работает. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Друзья, сейчас поговорим еще и о готовящихся переговорах, вероятно, закулисных, и, конечно, о аресте Павла Дурова, и о том, кто может сместить Путина с власти, и почему Лукашенко в последнее время такой активный, и говорит ли его ртом Путин о том, что просит уже окончания этой войны. Буквально через минуту после того, как вы, друзья, поставите лайки этой беседе, как честные люди, потому что мы стараемся для вас. Хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу, и там же, под этим видео, когда будете писать свои мысли по всем вопросам, найдете ссылку на YouTube-канал Давида. Подписывайтесь точно так же, как и на YouTube-канал и Дмитрий Гордон, и Алиса Бацман в гостях у Гордона. Нас суммарно уже почти 8 миллионов. Давайте до этой сумасшедшей цифры дойдем, и я сделаю перерыв небольшой, пару дней вас просить подписываться не буду, так что давайте, помогите себе и не только нам. Итак, да, действительно, как писал Washington Post, в августе Украина и Россия должны были встретиться на секретных таких переговорах в Катаре. Одной из тем, и должны были быть как раз подписания, как называют, в исторического соглашения о ненанесении ударов по критической инфраструктуре, по, как я понимаю, нефтеперерабатывающим заводам, то есть обоюдное нечто должно было произойти. Теперь вот Песков заявляет, что переговоры с Украиной потеряли актуальность. С другой стороны, Лукашенко на днях заявлял, мол, и цели специальной военной операции, так называемые, уже достигнуты, и никаких, цитирую, нациков в Украине больше нет. И в целом пора это все заканчивать. Но мы знаем, что Лукашенко хоть иногда и заносит, но он в основном, его ртом, как бы, говорит очень часто Путин. И складывалось впечатление, что эти переговоры и так или иначе остановка боевых действий Кремлю необходимы. В целом, как вы считаете, действительно ли Песков не лукавит, и Кремль принял решение отойти от вот этого формата подготовки каких-то переговоров на фоне наступательной операции вооруженных сил в Курской области? Это мы увидим, но я могу сказать следующее. И подобное утверждение действительно для любых войн и для любых конфликтов. Если обе стороны в чем-то заинтересованы, конкретно обе стороны, у чьего-то участника в чем-то заинтересованы, например, добиться чего-то на переговорах, то те или иные отклонения, события какие-то, громкие события, болезненные удары могут лишь на время их отклонить от этой мысли, потому что заинтересованность, вот это вот высший интерес, он на то он и высший интерес, чтобы к нему снова вернуться. Поэтому если Россия, и Россия не просто так, видимо, согласилась на переговоры в Катаре, вряд ли ее кто-то Путина под долом пистолета туда вел, они исходили из собственных интересов. И то, что они пытаются увязать ситуацию с наступлением в Курской области, это всего лишь тактика, на мой взгляд. Это в том числе и желание намекнуть прямым текстом украинцам, ну чтобы они не делали чего-то, что России вредит и что для России болезненно. Чтобы, скажем так, Украина думала дважды, прежде чем решается на серьезные шаги. С другой стороны, если это России нужно, Россия к этому вернется, наступала бы Украина на Курскую область или не наступала бы на Украину на Курскую область. Это не было одолжение украинцам, и поэтому я считаю, что этот вопрос останется актуальным. Тем более, если украинцы продолжат наносить, опять-таки мы все это говорим, если. Если все это планировалось именно так, как описывается, то лишь украинские дальнейшие удары по чувствительным точкам России лишь подтолкнут российское руководство к решению, что, по всей видимости, говорить об этом нужно, иначе бы они раньше на это не соглашались. Так что это выглядит так. По поводу Лукашенко, тут я не думаю, что он был ртом Путина. Лукашенко иногда своего рода такая святая простота. И важно понимать, что он очень, то, что происходит, для него крайне неуютно во всех отношениях. У него проблематическая, проблематичная внутренняя ситуация. Я не уверен, что он вообще адекватно воспринимает многие угрозы. Возможно, ему кажется, что угроза даже больше, чем она в реальности. Это и со стороны Запада, который он обвиняет в всяких происках. Это и со стороны украинцев. Он ведь увидел прекрасно воочию, что может произойти в рамках Курского рейда. А если вдруг он понимает, с одной стороны, что Украине никак не нужно сейчас открывать второй фронт с Беларусью, но с другой стороны он видит, вот оно, такое произошло. А вдруг? Он понимает, что есть белорусы в украинской армии и на территории Украины, у которых с ним очень длинные счеты. Да и с ним самим, у подавляющего большинства украинцев, счеты очень серьезные. Он опасается, с другой стороны, Путина. Ведь очевидно, что цель Путина, это ему понятно, поглотить Беларусь. Только мирным путем. Лукашенко, естественно, хочет сохранить власть и всячески маневрирует так, чтобы и Путина не напугать, и чего доброго, и Путин не решил перейти с мягких методов на жесткие. А с другой стороны, остаться у власти и быть хоть частично независимым. В общем, он в сложной ситуации, под разными рода давлениями изнутри, извне и опасениями. И поэтому, я думаю, что он весьма искренен был. Если бы все закончилось между Россией и Украиной, для него, кстати, стало то, что произошло огромным разочарованием. Ну, во-первых, в принципе, я не думаю, что он хотел войны. Его, в общем-то, полузаставили, да, по большому счету. Хотя сложно тут сказать. Результат-то стал для него разочарованием. Он же был уверен, что быстро все решится. И даже об этом слух говорит. А когда все это не решилось, он серьезно попал вместо с Россией. Так что, вот такие дела. И он был бы рад, если бы все это разрешилось, и обстановка вокруг него стала спокойнее. Именно отсюда вот такие высказывания, по сути, адресованные Россией. Мол, вы, мол, уже добились успеха. Вы говорили о денисфикации. Все уже сделано. Можно договариваться. Но, впрочем, не Лукашенко решать, что происходит. Хотя иногда любопытно и, что называется, информационно слушать, слышать то, что он говорил, это может наводить на некоторые обстоятельства. Ну и посмотрим. Может, за эти слова Лукашенко уже получил по шапке. Потому что, если это не ложится в нынешнюю канву по официальной партии Кремля, то кто знает, да, вообще, каким образом... В этом плане, да, безусловно. Кремль не сообщал о том, что это, как они говорят, цель спецоперации, выполнена или что-то вроде. Это явный диссонат. Да, поэтому мы еще будем наблюдать, как это реагирует в Кремле и к чему это приведет. Если возвращаться к теме Курской области, значит, появились слухи, в том числе в российских оппозиционных медиа, и вот я уже читал это в западной прессе, о том, что Путин якобы приказал выгнать вооруженные силы Украины из Курской области до 1 октября. То есть, грубо говоря, месяц на это есть, но при этом не перебрасывать существенные войска с горячих направлений фронта. Американский институт изучения войны подтверждает, что достаточное количество сил с горячих направлений не перекинули. Такой дедлайн не очень понравился ФСБ, потому что именно их объявили, в общем-то, главными за освобождение российских территорий, назвали это все контр-трессийской операцией. И вот здесь интересно разобраться, то есть, с одной стороны, если это озвучено, и эта дата озвучена 1 октября, то, по большому счету, ФСБ будут выглядеть лохами, откровенными, если не смогут этого сделать. То есть, насколько реально, в целом, при нынешних обстоятельствах, вот эти термины, как вы оцените, то есть, за месяц, например, вот эту группировку потеснить с территории России, ну и второй вопрос такой более конспирологический, в целом, если действительно ФСБ сейчас наблюдает за недееспособностью Путина, и они становятся той силой, которая разрулит, грубо говоря, эту проблему, может ли это привести к определенным последствиям для самого Путина, ведь ФСБ покажет свою силу, а Путин, наоборот, свою слабость? Я скептически отношусь к сообщениям, которые, с одной стороны, не имеют такого почти стопроцентного подтверждения, о каких-то сроках или, например, приказах захватить город какой-то дате. Мы, кстати, можем в ретроспективе увидеть, что во время этой войны было множество сообщений о том, там, к 7 ноября, 9 мая, Новому году, а на самом деле действия российской армии, в общем-то, не были продиктованы попытками реально в итоге, мы задним числом это видим, вот именно к дате что-то сделать. То есть действия все равно диктовались более-менее текущими обстоятельствами и задачами. Занять этот город, но не пытаться сделать это на 8 дней раньше какой-то дате. То есть в данном случае мы не имеем подтверждения, с одной стороны. А с другой стороны я вижу такую постановку вопроса, если она так там ставится, то это однозначно неразумная постановка вопроса и непрофессиональная. Как можно говорить о 1 октября или 15 сентября или любой другой такой дате без увязки, например, с тем, что делает противник. Вот говорят, не перебрасываем силы с основных участков. А если вдруг противник, то бишь украинские вооруженные силы, перебросит туда очень значительную группировку, например, даже в ущерб важным направлениям, но захотят мы держим и держим большими силами. Как можно обещать что-то, не зная, что у противника такие планы, планировать что-то самому к 1 октября. Или наоборот, а если противник вообще решит уйти оттуда, да, такое тоже нельзя исключать. Есть такая опция. То есть действовать вообще можно какие-то, в принципе, планы строить, исходя из того, чем располагает противник, намерен ли он вообще держать оборону большими силами, и тогда уже адаптировать собственные силы и возможности так, чтобы попытаться вытеснить украинцев с территории, ставить сроки до того, как что-то было понятно, причем срок от фонаря, а почему 1 октября, не 24 сентября, а не что-то такое. Это подход абсолютно неправильный с точки зрения военной, и вообще он не учитывает очень многих обстоятельств, то есть и действует противника тоже. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. У меня, кстати, вообще ощущение, что они по-прежнему, ну не то что надеются, но не исключают того, что украинцы уйдут сами, и есть даже вот какое-то такое ожидание легкое, но это интуитивно, что решаться уйти, что называется, я это люблю назвать, снять дивиденд и уйти с курса, чтобы не пришлось в самом деле мощно что перебрасывать. Пока же важно понимать, что несмотря на очень серьезный удар имиджевый, такой резонансный, Путин не действует на эмоциях откровенно. То есть некоторые шаги, да, безусловно, но глобально не действуют на эмоции. Тот факт, что не снимают силы с основных направлений, и то, что там пытаются все равно максимализировать достижения, показывают, что они готовы в какой-то мере пожертвовать частью Курской области, пожертвовать ее на некоторое время, естественно. Но не торопиться с попытками ликвидировать украинский прорыв, ради того, чтобы пренебречь достижениями на основном направлении. А ради этого основного направления Покровский, Амедуторец, они весь этот год работали, весь год шли контрактники за большие деньги, снимали силы отовсюду, включая с той же Курской области, ради того, чтобы продвинуться на Донбассе. И пока они не готовы этим жертвовать. Касательно роли ФСБ, на мой взгляд, укоренилась несколько ошибочная оценка роли ФСБ. В том плане, что в военной плане координации ФСБ может играть большую роль. Но с военной точки зрения ФСБ не может командовать воинскими частями хоть трест. Нет, ну то есть при желании можно. При желании можно и Адама Кадырова назначить командующим операцией. Но это я, естественно, иронизирую. В целом же военные задачи все равно решают сугубо военные. Так как действия происходят на территории Курской области, то там задействованы гражданские власти, ФСБ. Силы ФСБ, кстати говоря, пограничные войска, это тоже ФСБ. Так вот, они тоже являются каким-то компонентом силовых структур. Но мне очень сложно представить, что в итоге в вопросах военного командования оборонительных операций, так и на операции наступательных, а они планируют рано или поздно наступательные операции, слово будет за ФСБ последнее. То есть все равно слово будет за военными. Очень большую роль будет играть то, как именно Путин пожелает быть замешанным в этой операции. То есть мы слышали уже о том, что есть его личный представитель Дюмин, которому он как советник немало доверяет. Хотя тут тоже вопрос. В последних назначениях он должности какой-то красивой, реальной должности не получил. Впрочем, может быть, ему и должность такая не нужна. Важно быть ближе к телу, что называется. Так вот, он направлен в качестве такого координатора. И, возможно, ему вообще принадлежит основная или должна принадлежать основная роль, может быть, не в военном планировании, но в том, что он выявляется глазами и руками Путина на месте. В общем, все у них не совсем понятно и не совсем точно, ясно. Но я бы, я же говорю, я бы не преувеличивал роль ФСБ во всем, что касается главнейших военных раскладов. Ну а касательно того, что там ФСБ может предпринять или не предпринять против Путина, до сих пор Россия, если не считать исключением, вернее, считать исключением Пригожинский мятеж, то все силовые структуры России до сих пор отнюдь не демонстрировали себя какими-то самостоятельными игроками, которые способны выступить против президента, которых способен созреть, я констатирую вам, созреть какой-то масштабный заговор. Ведь когда мы говорим о том, чтобы кто-то, например, такая структура, как ФСБ, либо армия, либо что-то взяла что-то в свои руки, либо попыталась пойти на далеко идущий шаг, что является необходимым условием? Широкомасштабный заговор. Когда заговор всего нескольких человек, и они пытаются кого-то использовать в темную, история показывает, что это провальный рецепт. То есть непровальный рецепт – это широкий заговор. Но широкий заговор в нынешней России, при нынешних обстоятельствах, еще и в той самой структуре, самой, что ни на есть путинской, я очень скептически отношусь к такого рода сценариям. Скорее, мелкие заговоры небольших групп лиц, и, как правило, не имеющих отношения к тем, от кого мы сейчас обсуждаем. Да, возможны заговоры, желание выступить против власти, но они не имеют доступа, что называется, к рычагам, благодаря которым можно что-то совершить. Так что с заговорами придется подождать. Тут интересный пример. Многие Россию любят сравнивать с хунтами Латинской Америки из 70-х, 80-х годов. Скажем так, не с хунтами, а с режимами Латинской Америки. Например, в стране коррумпированности и так далее. Вот чем Россия отличается однозначно от тех режимов Латинской Америки, это то, что там с легкостью происходили военные перевороты, и разного рода военные клики были серьезными самостоятельными игроками, отбившимися от рук, что называется. Вернее, у этих рук никогда не бывшими. А в случае с Россией ситуация обстоятельным образом. Но, тем не менее, Путин все равно переживает. Мы это по косвенным признакам видим. Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Путин повысил уровень охраны, заявил, что система ПВО вокруг дач Путина и вокруг Москвы в последнее время усилилась. Вероятно, это связано и со способностями украинских вооруженных сил, а также, в первую очередь, наших беспилотников. В целом, как сказал Зеленский, в обычных городах, в Курской области, куда мы зашли, мы не увидели там ничего. Да, там есть военные, но ПВО практически отсутствует. Как вокруг, например, дома товарища Путина, как вокруг Москвы. Последнее время мы видим, что их стало, ну, систем, да, еще больше. А вот тут чего Путин переживает? То есть, ну, беспилотники, ну, что они, какой они сильный? Вряд ли, скажем так, бункер Путина они каким-то образом достанут. Не менее усиления мы это видим. Кстати, тоже, Давид, интересно. Давненько что-то по Москве, уже по центру Москвы украинские беспилотники не прилетали. Во-первых, как вы думаете, почему мы этого давно не видели? Во-вторых, с чем связываете повышение вот этого уровня систем противовоздушной обороны вокруг дач Путина и вокруг столицы российской? По поводу охраны Путина вопрос интересный очень. Мне любопытно, скажем так, в демократических странах уровень и режим охраны президента или первого лица решает, как правило, здесь сам президент, конечно, может кое-как в это вмешаться, но в принципе решает самостоятельно служба безопасности или службы безопасности в рамках того, какие угрозы, чего опасаться и так далее, и так далее. В такой стране, как Россия, естественно, Путин волен решать сам, в буквальном смысле, что ему там благорассудится, если он вмешивается в этот процесс. Например, решает, что я хочу такую-то, такую-то, защитите меня от такого-то и такого-то, никто, естественно, ему не может помешать, и это будет сделано. Происходит ли это на самом деле, я не знаю, либо наоборот служба его охраны, ФСО или Министерство обороны сами проявляют инициативу и повышают вот этот уровень. Я предположил, что тут и то, и другое. В общем-то, ради тех, кто его охраняет, для них это главная, единственная задача, и ради этого они готовы предпринять все возможные меры в рамках огромных бюджетов, которые у них есть. Так или иначе, меры достаточно серьезные. Мы видим и сопровождение истребителями, мы видим и системы ПВО вокруг резиденции, и так далее, и вообще резиденции, охраняемость, и поезда, и чего только мы не видим, а мы почти ничего не видим, мы только отчасти вещей слышим. Значит, тут, с одной стороны, резон определенный у них есть. Надо поставить себя на их место, всегда нужно ставить себя на место противника и пытаться рассуждать, как бы мы повели себя. Значит, они могут исходить из двух соображений. Ну, во-первых, у Путина немало противников внутри России. И да, это не на уровне, как мы обсуждали раньше, военных переворотов и танковых дивизий, хотя бы он и пригожен совершил рейд в своем роде. И это было, хоть и не против Путина, но это было показательно. Но противников среди людей, в том числе и тех, в которых может быть и информация определенная о местонахождении, и какие-то средства, таких достаточно. Скажем так, несомненно, миллионы людей, несмотря на то, что большинство населения России Путина воспринимать хорошо, несомненно, миллионы людей его не любят или ненавидят. А это значит, причем на серьезном уровне, это значит, что угроза, скажем так, от индивидуальных заговорщиков присутствует здесь и сейчас всегда. Наконец, есть угроза со стороны украинцев. Они могут исходить из следующего, что на каком-то этапе украинцы решатся попытаться ликвидировать Путина, например, исходя из соображений, известной классической цитаты, нет человека, нет проблемы. То есть, если украинцы решат, что мы убьем, это такое их рассуждение, убьем Путина, и что-то может коренным образом измениться в этом случае, ну, например, придет кто-то новый, кто решит, хватит воевать, вообще, что мы наделали, и давайте назад. То есть, такое примитивное рассуждение, что украинцы могут решиться на этот шаг кардинально, убить Путина, причем это, так сказать, в рамках прямой операции, может быть, не прямой. Наконец-то они могут, у них есть и такая вот патологическая осторожность, они могут предположить, что, может, где-то и на Западе вдруг решат, что убьем Камы Путина, это Западу, естественно, не свойственно. Но иди, знай, они же мыслят и в рамках своей логики, и своей парадигмы, и вообще, иди, знай, что будет, что вдруг Запад применит, причем какие-нибудь очень интересные средства, и возьмет и попытается ликвидировать Путина. То есть, угрозы, в принципе, есть. Пренебрегать этими угрозами нельзя, часть из них вымышленные, потенциальные, но часть из них вполне реальны или могут стать реальными. Удар с воздуха – это одна из очевидных угроз. Сегодня беспилотник долетает до любого места, крылатая ракета долетает. И Путин, я же не думаю, что он в бункере круглые сутки проводит, то есть, вполне возможно, он в никаких бункерах даже не находится, находится в обычном своем жилье. Бункеры смысла нет находиться, но это, как бы, в общем-то, довольно несерьезный подход. Значит, это уже на уровне патологии, разве что, когда какая-то непосредственная угроза. Так вот, достать могут беспилотниками или ракетами до любого места, по идее, где он проживает, поэтому меры безопасности здесь объяснимы. Что же касается отсутствия ПВО в других довольно важных местах, так очевидно, Россия – страна большая, объектов множество, потери ПВО несет очень значительные. Производить системы ПВО новые – это дорого. Одно дело – советские запасы боеприпасовой техники, которые где-то иссякают, а где-то иссякли. Другое дело – новинки. Поэтому тело лидера – это приоритетная цель для защиты. Все остальное второстепенно здесь удивляться не приходится. Но, кстати, Путин Путиным, но, в принципе, защита лидера государства в разных странах, там, где считается, что он под угрозой, тоже приоритетная задача. И на это выделяются серьезные средства и ресурсы. Так что, может быть, там это носит гипертрофированный характер в России, что и неудивительно. Но такой подход, в общем-то, объяснится. Друзья, как вы думаете, увидим ли мы покушение на Путина в ближайшее время? Кто его может заменить? И существуют ли люди сейчас уже, которых вы можете назвать, которые, по вашему мнению, поборются за власть в России? Очень интересные вопросы, на которых у вас явно есть собственное мнение. Поэтому оставляйте его в комментариях, пожалуйста. Будет очень интересно почитать после того, как лайки этой беседе поставить. Еще одна топ-тема, конечно, последних дней – это арест Павла Дурова. И здесь, в России, ну, целая истерика. Мы наблюдаем за этой ситуацией. Симоньян там призывает всех удалять, значит, все чувствительные переписки, потому что переживает, что Дуров там сольет какие-то, не знаю, там, ключи шифрования или что-то. И западные спецслужбы получат доступ к этим перепискам. Что там такого, кстати, Симоньян может обсуждать, тоже интересно. Может, они там всей толпой в каком-нибудь отдельном чатике, который называется «Путин лох», значит, его обсуждают, и, в общем, она переживает, что это станет достоянием общественности. Кто его знает? Но расстроились и военкоры, российские зет-патриоты говорят, мол, у нас Дуров – это вообще чуть ли не, как же они его называли, начальник связи, да, по большому счету. Говорят, огромное количество координации войск, оккупантов, оно шло именно через Телеграм. Меня такие заявления удивили, честно говоря, что это может значить, насколько действительно, ну, вот, образно говоря, Телеграм как мессенджер, он вообще там влияет на какие-то военные процессы, вообще ведутся ли такие переписки через Телеграм. Ну, в общем, как вот расценить такое заявление, что Дуров – начальник связи, мол, если западные спецслужбы получат доступ к каким-то протоколам этого мессенджера, то все, там придется какие-то альтернативные пути оккупантам искать. Мне вообще эта ситуация немного странная выглядит, как арест приведет к тому, что у него при обыске, я утрирую, конечно, при обыске у него найдут некий секретный пароль, который вставят куда-то и все переписки читаются. Так это, безусловно, не работает и вряд ли это может так работать. Значит, его пытались принудить, скажем так, предоставлять определенную информацию по поводу подозрений, когда речь идет о подозрениях в преступных действиях. И, в общем-то, насколько можно предположить, вокруг этого ситуация с его арестом, в какой-то мере вокруг этого и развернулась. Но вообще то, что военные, неважно в какой стране, либо обмениваются серьезной информацией. Я сейчас не говорю, какая-нибудь агентура, про это не раз говорили, что те же российские шпионы в Украине что-то там скидывают по телеграмму, например, своим кураторам с Украины. Но, кстати говоря, не обязательно это делать по телеграмму, может быть сделано и по другому мессенджеру, это не то, чтобы телеграмм был альтернативный. Но в целом же переписка, скажем так, для служебного пользования или секретная переписка, либо какие-то тактические указания по такого рода мессенджерам. Само по себе использование такого рода мессенджерам, это вообще в любой армии должно быть неприемлемо. В итоге понятно, что есть, скажем так, есть желаемое, есть действительное, может быть, альтернатив нету и лучше это, чем ничего. В общем, но я к чему веду? Телеграмм, мне-то я не знаю этих внутренних реалий у российских военных, я, конечно, слышу об этом, читаю. Кое-что выглядит преувеличением и перегибом. В любом случае, есть и другие мессенджеры, и я не уверен, что с арестом Дурова, в самом деле, ситуация вдруг изменится к лучшему для них. В том плане, что до этого, мол, никто ничего не мог услышать и прочитать, предположу, что кое-где, кое-кто и мог. Но в любом случае, что вот прямо вон какие-то ключи теперь будут достаны немедля, и все пропало, все группы, секретные группы в Телеграмме окажутся у противника, то бишь украинцев. А чего тогда, чего тогда так переживают, Давид, как вы считаете, военкоры? Я думаю, во-первых, кто-то на низовом уровне переживает, в самом деле, есть привычка, вдруг им рассказали, вот представьте себе, в самом деле, вот Телеграммом они пользуются, и вообще даже невесте, я не знаю, или любовницы пишут по Телеграмму. А вот теперь вдруг он почему-то думает, неважно, правильно или нет, что все, это теперь открыто для вражьих глаз СБУ и ЦРУ. Значит, это в самом деле нервирует, это вызывает вопрос, а что же мы можем, а что же мы пойдем, не знаю, не буду сейчас называть других мессенджеров, мало ли, чтобы никого не обидеть, пойдем туда, так это же уже давно под ЦРУ или так далее. То есть, в самом деле, люди нервничают, опасались, беспочвенно или почвенно, я не знаю, но опасаются, потому что думают, что их лишат привычного инструмента, как для войны, так и для каких-то личных отношений. Значит, это первое. А кроме того, есть общий ажиотаж, это уже из вопроса, что называется, психологии и политики, вызван тем, что Россия ловко утепилась, и российские пропагандисты, и представители властей, и вообще народ, который активен, жизненно активен за сам факт ареста Дурова. Несмотря на то, что он не совсем, так сказать, позиционировался как прокремлевский человек, тем не менее, вот он наш русский человек арестован, вроде бы как свободу слова, что называется, затыкают рот. Вот есть такой мессенджер, телеграмм, миллиард людей во всем мире пользуются, все довольны или почти все довольны, и вот тебе, пожалуйста, ни за что обвиняют в какой-то ерунде, затыкают рот, а нас самих в этом обвиняют. То есть это приятный повод, и такой очень интересный, ухватиться за это в рамках пропагандистской войны, в рамках вот этой такой медийной кампании, и это было бы естественно, это абсолютно естественно, было бы удивительно, если бы им не воспользовались. А далее будем видеть, как будет развиваться само это дело, в чем конкретно обвиняют, насколько это будет выглядеть убедительно и так далее, и так далее, и от этого будем отталкиваться. Но на мой взгляд, уцепиться именно за это закрывают рот тех, кто сами якобы являются поборниками свободы слова, затыкают рот силовыми методами нашим русским людям. И не важно, что не так давно, это был не совсем наш русский человек, насколько я понимаю. Я думаю, что вот это главная составляющая. Кто-то и реально боится за тот инструмент, к которому привыкли. Друзья, ну а как вы думаете, почему так расстроились в целом в России по поводу ареста Дурова, к чему это все приведет? Оставляйте ваши комментарии под этим видео, на сегодня будем троеточие ставить. Вот как раз успели четко поговорить с Давидом, сразу у меня выключили свет, видимо путинские спецслужбы нашли, как ограничить, друзья, ваш доступ к интересной информации, но мы не сдаемся, а вы поддержите нас лайком, пожалуйста, и подпишитесь на YouTube-канал Давида, а также на YouTube Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. Давид, благодарю еще раз, друзья, до новых встреч. Алексей, благодарю вас. Сегодня лучшего и побольше хороших новостей и спокойного дня. Благодарю.